Звездный Граль Ребята, а как у вас получилось так быстро вырасти? Я же вас сегодня на обеде видела, вы такие были низкие. Обеды в лагере очень вкусные и полезные. Понятно. А что вы будете показывать сегодня? Мы сегодня показываем нашу культуру, культуру нашей страны, показываем наши умения и навыки. Хорошо, желаю вам высоких результатов. А какие впечатления от парада? Ну, круто, впервые это было. А что вам понравилось больше всего? Ходить и всем махать. Вам было весело? Да. Какой город вы представляете? Киев! Про что вы будете танцевать? Ветху на габанг. Вам понравился парад? Да. А у вас есть какая-то кричалка? Ли-ви-дол-старс! 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 Вы сегодня кричали громче всех. Это потому, что вы настроены на победу? Ну, конечно. Хорошо. А можете продемонстрировать свою какую-то кричалку? И если доля нас разкидает по святам загадковых, цикалых и чужих, буду я помню, буду часто сумувати за тобою славу, да рідный дим. Первый раз не полицейские кого-то словили, а полицейских словили. Как видите, тут очень весело и шумно. Наверное, все жители Болгарии уже давным-давно проснулись. Сейчас мы идем в лайнер, чтобы посмотреть визитки коллективов и чтобы ближе с ними познакомиться. Шествие по городу Титон заканчивается торжественным поднятием флагов. Сейчас все представители коллективов поднимут флаг Украины, Болгарии, Евросоюза и, конечно же, лагеря вместе. Я хочу сюда пригласить президента фестиваля. Встречайте, Александр Кравцов! А флаг какой страны вы выносите? Франция. А вы какой флаг страны вы выносите? Таиланд. Китай. А вы уверены? Да. А какая у вас останка по географии? Мне сказали, что я выношу Китай. Три, два, один! Фестиваль «Золотой Грааль» в лагере вместе считается открытым! Ваши аплодисменты! Громче, громче аплодисментами! Давайте поддержим! А вы уверены, что это народный танец? Как сказать? Парад! Парад! Локти зиму! Локти зиму! Сейчас мы находимся на большой сцене лагеря вместе, где все коллективы показывают свои номера. Коллективы очень яркие и разнообразные. Есть и танцоры, и вокалисты, театралы и даже циркачи. Музыка Девчонки, как вы собираетесь выступить? Очень круто! Классно! Замечательно! А как вы думаете, чем вы отличаетесь от других коллективов? Харизма! У нас лучшая техника! Харизма! Растяжка! Огромотитесь! Что вы желаете другим коллективам? Мы желаем никогда не сдаваться и верить в свои успехи. Вместе мы построим мост, чтобы он достал до звезд! Мост волшебной красоты из улыбок и мечты! Ребята, как вы выступили? Вообще супер! Класс! Класс! Понравилось быть на сцене, улыбаться. Всегда, когда выходишь на сцену, всегда как бы стесняешься, а потом, когда начинаешь танцевать, раскрываешься и начинаешь как бы... Ну, улыбаешься вовсю! Да! И вообще не страшно и классно. Короче, супер! Да! Вы готовы покорить судей? Да! Конечно! Мы желаем вторую неделю! Мы желаем вторую неделю! Да! Пожелайте другим участникам! Удачи! 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 Хорошо выступить! Да! А как вы думаете, как вы выступили? Отлично! Ярко! Я думал, мы будем играть в рампли! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень всегда сожалела, что детство закончилось, а в лагере так и не побывала. Поэтому я очень вам благодарна за эту возможность. Я счастлива, что мы с вами вместе! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждому коллективу желаю успеха, честной борьбы и обязательно выполнить все задания, которые поставили перед вами ваши же руководители. Олександр Борисов, гитарист «Флейм», професійный музыкант, гитарист-композитор, аранжевальник, шоумен, учасник телепроекту «Х-Фактор» и «Украина мает талант». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сложно ли научиться играть на гитаре? Ты знаешь, это просто нужно желать. Вот если ты хочешь научиться на гитаре, ты научишься. Это на самом деле очень просто, только твое желание. У меня есть местики. Можно ли попасть на вас в концерт за два местика? Два местика, слушай. Давай поторгуемся чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр, вы первый раз проводите конкурс в Болгарии? Первый раз. Собрались коллективы сильные? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собрались лучшие коллективы, те, которые были коллективами в Киеве. В городе Киеве в фестивале проходили «Пьерия звезд гармонии души», на которых присутствовал лично Александр Лишанский. И мы с ним специально отбирали коллективы на Болгарию. И сегодня собралось именно самые талантливые дети Украины. На фестивале «Золотой граль». Скажите, а члены жюри справедливо оценивают? Члены жюри абсолютно честные, позитивные, эмоциональные, рассудительные. Никого не обидят, как говорится. Что сказать? Члены жюри – самая компетентная члена жюри в мире. Ну и давайте последний вопрос. Скажите, у вас есть любимчики? Ну там... Мы не передавали привет. И все! И все! И все! Все вообще лучшим! Наконец-то так приятно! Мы уже с утра находимся в этом прекрасном городе. И, конечно, вокруг прекрасных и талантливых детей. Поэтому, наконец-то, выходим на сыр, чтобы вы любовались. Конечно, танцевали и пели все вместе. Я хочу вас услышать! Я хочу вас услышать! Вот и закончился первый день фестиваля. Все коллективы были талантливыми, яркими. Но особенно запомнилось выступление членов жюри – Амадора Лопеса и группы «Румберенс». Сегодня конкурсный день фестиваля «Золотой Граль», который начался в 9 часов утра и будет продолжаться до самого вечера. Судьи должны просмотреть все номера и в конце вынести свой вердикт. А номеров очень много и все они яркие и красочные. Как называется ваш коллектив? Бригадина! Бригадина! Что это у вас за шарики? Наши облака! О чем ваш танец? О том, что наши мечты легче, чем облака. Скажите, пожалуйста, вот вы выросли не в Украине. В каких лагерях вы были у себя на родине? В лагерях у нас в Венесуэле в Латинском мире нет такой, как лагерь. Знаешь, там были бойскауты, это были американские, но мне один раз удалось там побывать и мне очень понравилось. Поэтому вот я сейчас хожу, я нахожусь вместе с вами для того, чтобы свое детство перевоплотить в лагерь. А в лагере вместе вы впервые? Да. В лагере вместе я впервые и вместе мы впервые в лагере вместе. В общем, очень классно, что мы познакомились с замечательным Александром, который нас пригласил, собственно, сюда на фестиваль «Золотой Граль». Поэтому мы получаем массу удовольствия и дарим свое творчество. Это очень круто. А как вам атмосфера? Атмосфера потрясающая. Праздник, много детей, радость, веселье, прекрасные условия, вкусная еда, прекрасная погода, прекрасная ведущая, прекрасное все, когда мы вместе. Вот скажите, пожалуйста, вы известная группа, которая танцует и поет. Что же все-таки вам нравится больше? Петь или танцевать? Ну, наверное, надо любить то, чем ты занимаешься, для того, чтобы и это получалось, и получать это удовольствие. Поэтому я с детства танцую и пою, я это люблю. Поэтому, конечно, это требует усилий, тренировок, работы над собой. Потому что то, что природа может быть дана, оно требует постоянного развития и постоянных тренировок над собой. Но я не могу сказать, что мне больше нравится. Мне нравится и танцевать, и петь. А я люблю петь, танцуя. Или танцуя, петь. Класс. А вот вы участвуете в многих шоу на телевидении. Сложно ли было вам сегодня судить наших детей? Детей, да. Ну, я хочу тебе сказать, что для меня судейство – это одна самая сложная работа. Несмотря на то, что мы сидим и постоянно там смотрим, но для меня это очень сложно. Потому что я люблю детей, я уважаю детей. Я прекрасно понимаю, насколько это сложно – выходить на сцену. Я прекрасно понимаю, как они готовятся. Но вот такая вот у нас работа. Знаете, я не для того, чтобы тут какой-то критиковать или там какие-то плохие оценки ставить. Я тут для того, чтобы помочь дальше развивать именно творческую карьеру этих прекрасных детей. Для того, чтобы дать какие-то там слова, как это… Ценные советы. Да, ценные советы. Для того, чтобы они ни в коем случае не остановились, чтобы только шли вперед и росли. В том числе как человека и в том числе как творческая личность. Хорошо. Спасибо большое. Я была очень рада с вами поговорить. И местовой. Удачи. Спасибо. Главное отличие нашего лагеря – то, что здесь нет тихого часа и нам не нужно днем спать. В то время как дети в других лагерях спят, мы можем посетить разные интересные клубы. А какие? А зачем о них говорить? Давай лучше сходим и посмотрим своими глазами. Здравствуйте. А это кружок психологии? Да, все правильно. Это кружок психологии. А что вы делаете на этом кружке? Вы знаете, вот сегодня у нас очень интересная тема. Мы обсуждаем и у нас такой мини-тренинг с девочками под названием «Дорога к себе». Мы рассуждаем на тему жизни. Что такое жизнь? Вы можете сказать, что такое жизнь для вас? Для меня жизнь – это, наверное, приключение, сказка, что-то вроде того. Если сказка, ты, наверное, мечтательная девочка. Я права? Да, наверное. Скажи, пожалуйста, буду ли я права, если скажу, что если мечту не реализовывать в цель, то так она и останется мечтой? Да, я думаю, вы будете правы. Вот, вот на такие темы мы и общаемся на кружке психологии. И это всего лишь малость того, что мы делаем сегодня. Поэтому я тебя тоже завтра жду. Приходи и участвуй в нашем кружке психологии. Спасибо. Знаете, мы же с вами уже так разнакомились. Может, вы мне по блату поможете с одной моей проблемкой? Ну да, конечно. У меня вчера в море намокли два лева. О, Боже, я даже не знаю. Это такая глубокая проблема. Здесь сразу не разберемся. Нужно взять лист бумаги и написать. Пиши, пиши. Вот этот цвет тебе подходит? Да, подходит. Это мой любимый цвет. Да, пиши. Два лева – это мелочи, а эмоции не купить ни за какие два лева. И когда будет тебя опять тревожить этот вопрос, ты просто раскрой листик и прочитай. Большое спасибо. Вы мне очень помогли. А чем вы здесь занимаетесь? Мы лепим из пластилина башню. А почему именно эльфовую башню? Потому что сегодня день Франции. Эту эльфовую башню мы делали около часа из пластилина. А куда вы денете такую красоту? Подарим тренеру. Привет, а что вы делаете? Выигрываем. Во что играете? А зачем играть в настольный футбол, если можно просто пойти погонять мяч во дворе? Жорс. Что ж, не будем мешать. Валера, чему ты учишь детей в своем клубе? В своем клубе? Я их учу многому. Манипуляциями с веревочками, с шариками. Вообще, знаешь, как это прикольно. Я учу детей обманывать других людей и воровать, а мне за это еще и деньги платят. По-моему, классно. Валера, а ты не боишься, что твои коллеги-фокусники покарают тебя за то, что ты раскрываешь другим людям фокусы? Я тебе скажу вот что. Сейчас очень много фокусников, которые профессионально известны на весь мир, раскрывают секреты и на этом заработают деньги. Только не раскрывают секреты больших профессиональных фокусников, точнее фокусов, больших иллюзий. И вот за это я их не уважаю. А раскрывать простые маленькие секреты для того, чтобы люди научились сработать и вообще имели понятие о фокусах, по-моему, это хорошо. Это всегда будет хорошо. А вот раскрывать большие секреты я не хочу и не буду. Я учу чему-то маленькому, что сможет сделать каждый и научиться за 5-10 минут, а потом показывать и удивлять людей каждый день. Просто для того, чтобы ему было приятно и других удивить и подарить им сказку. Вот так. А ты можешь показать фокус? Фокус? Легко. Веревочку видишь? Да. Проверь. Веревочка себе как веревочка. Да. Немного твердая, но давай сделаем вот так. Ты умеешь щелкать, скажи мне? Да. Давай. Я сейчас возьму, а ты щелкнешь над вот этим вот кончиком. Ты. Раз, два, три. Щелкай. Теперь мы возьмем ее и будем поднимать вверх. Готово? Да. Делай вот так рукой. Рукой вверх. Представь, что она будет подниматься. Представляешь? Действительно. Она поднимается, 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 поднимается. Теперь делаем ножнички. Ножнички. И вот так режь здесь. И па. Молодец. Вот так. Теперь ты тоже стала волшебником. Вау, как интересно. А что ты делаешь? Я рисую 3D ручкой. А что особенного в том, чтобы рисовать не на обычной бумаге, а какой-то там 3D ручкой? Ну, это намного интереснее, это более оригинально. Хм. А что ты сейчас делаешь? Я делаю сердцевые поставки. Не знаю. Хм. Фанализирую. Ты кому-то будешь подарить это сердце, да? Да, я подарю маме. А что это за такой интересный рисунок? Это череп. Череп? А почему ты хочешь делать именно череп, а не какую-нибудь бабочку? Мне нравится больше, чем очень бабочки. Яна, как называется ваш клуб? Клуб творчества. Вот мне нравится очень плести браслетики. А что вы здесь делаете? В нашем клубе мы создаем красоту своими руками. А чем занимаются ваши дети? Сегодня наш клуб превратился в настоящий цех по производству вееров. Здесь девочки складывают в гармошку бумагу. На этом столике делаем веерные вертушки для фотозоны. А здесь у нас идет впечатление палочек к нашему вееру, чтобы он красиво складывался и раскладывался. Но это еще не все. Здесь мы создаем образ Украины и представим его на закрытии лагерной смены. Вот так весело и разнообразно проходит каждый день в лагере вместе. А скучно здесь может быть только кому? Только скучному человеку. Правильно, ведь скучному человеку скучно везде. Сегодня родители для нас приготовили небольшой сюрприз. Они трепетировали и поставили День Нептуна. День Нептуна – это морской праздник, который обычно готовят дети. Но в этом году рогикиели были настолько активными, что сделали этот праздник сами. Шире, шире, шире круг, у меня есть сто подруг. Это, 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 а любимая, а любимая. Ой, а где же самая любимая, ваша русалочка? Стой, сидишь ты под водой, к нам скорее выходи и русалкам помоги. Вот вы приехали отдыхать. Скажите, сложно вам было поставить целую театральную постановку? Нет, не было сложно, тем более все веселые, заводные такие. Так что, как бы, не очень сложно. Буквально две секунды. А сколько раз вы репетировали? Один раз. А вы выбирали между репетицией или морем? Репетицией. Что ты, старый, тут удумал? Ты кого же нам подсунул? Ты глаза свои протри, да на бабку посмотри. Это разве дочь царя? Да она страшнее меня. Здравствуй, чертушка. Постой, ты чего-то сам не свой. Не румяный, не живой, а набился бельной. Вот и в плесени кисель. Чай не пробовал гасить. А сложно ли было вам репетировать со взрослыми? Это же как один большой отряд больших детей. Да, вы правильно заметили. Это один большой отряд детей. Вот посмотрите на этих детей. Как вы думаете, с ними сложно? Сложно? Ну, мы справились, потому что у нас дружный коллектив и мы все вместе. Улыбнись, улыбнись, через левое плечо обернись. Трижды песенку веселую боль и подружиться удача с тобой. А вы настоящий Нептун? А кто ж тебе правду скажет-то? Пусть загадкой остается. У вас такая большая роль. Скажите, вы долго репетировали? А я в душе всегда актер, поэтому можно и поимпровизировать. Недолго. Коль беды вы не хотите, дочь мою, скорей верните. Ой, Борской, посмотри, посмотри. Завучили бедных детей вожатые воспитатели. Наградить бесплатной путевкой в мое подводное целое. Песня. Вам понравился День Нептуна? Ой, День Нептуна это самый лучший, наверное, день, который был в лагере. Я уже искупался третий раз. Внепланово, понимаете? Внепланово искупался третий раз. Очень мокрое ощущение, как бы сказать. Но самое лучшее. Вы удивились, что в этом году делают праздник День Нептуна не дети, а родители? Удивились. Родители сегодня были очень активными, спортивными и позитивными. Заводными. Что вы хотели пожелать участникам и родителям День Нептуна? Ну, хочу, естественно, пожелать всем веселого, драйвового настроения. Потому что самое главное этим летом отдохнуть очень драйвово и очень весело. Потому что впереди учебный год, о котором, конечно, думать не хочется. Но надо очень хорошо отдохнуть и приехать, как огурчики, домой. И, естественно, продолжить наш учебный процесс. Или не приезжать домой. Слушайте, ребята, мне так жарко в этих кроссовках. Кто-то может меня обнять. Вы так и в бассейне. Легко. Сейчас. Всех обнимаем. Все очень мокрые. Как видите, День Нептуна прошел очень ярко и весело. Все закончилось веселым купанием в бассейне. А впереди у нас гала-концерт. Так что нужно сейчас всем отдохнуть. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok